Аллилуйя! Это чудесно, это чудесно, Аллилуйя! Потому что Бог против моих грехов. Это чудесно, Аллилуйя! Потому что Бог против моих грехов. Радуйся! Радует сердце! У праведника радует сердце! Потому что Бог общается с ним. Радует сердце! Потому что Бог общается с ним! Радует сердце! У праведника радует сердце! Потому что Бог общается с ним. Радость сердца, у правительства радость сердца, Потому что Бог общается с ним. Радость перед Господом, сила моя, Радость перед Господом, сила моя, Я в памятнике всегда во всём и везде. Радость перед Господом, сила моя, Радость перед Господом, сила моя, Я в памятнике всегда во всём и везде. Это чудесно! Это чудесно! Малый я! Радость перед Господом, сила моя, Радость перед Господом, сила моя, Потому что Бог восстит моих сердцем. Все вместе! Радость сердце, у правительства радость сердце, Потому что Бог общается с ним. Еще раз! Радость сердце, у правительства радость сердце, Радость сердце, у правительства радость сердце, Потому что Бог общается с ним. Радость перед Господом, радость перед Господом, сила моя, Радость перед Господом, сила моя, Я в памятнике всегда во всём и везде. Малый я! Радость перед Господом, сила моя, Радость перед Господом, сила моя, Я в памятнике всегда во всём и везде. Это чудесно! Малый я! Малый я! Потому что Бог восстит мои грехи! Это чудесно! Халлелуя! Потому что Бог восстит мои твои грехи! Субтитры сделал DimaTorzok Халлелуя! Халлелуя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Какое у нас чудесное! А ведь это такое счастье, что Бог Вселенный сам сказал, вселюсь в них! Он никого не спрашивал, он не советовался ни с кем, ни с ангелами, ни с людьми, ни с коровами. Он взял и принял решение сам. Он сказал, это я их сотворил, они мои самые любимые. Мне уже надоело смотреть, я уже достаточно посылал сюда ангелов, уже пророков сколько, уже пора прийти моему сыну. Я сам вселюсь в них и буду их Богом, и они будут моим народом. Я, он сказал, ни с их помощью, ни если они согласятся, ни если я найду себе самых достойных, сказал, я сделаю так, что они будут ходить в заповедях моих и исполнять все! Он мне сказал некоторые. Он мне сказал, кто выспособен, кто умней, кто заслуженней, кому я с собой доволю. Он сказал, все будут исполнять все уставы мои. Но нам трудно в это поверить. Ну как это так? Ну и Давид, он же такие тяжкие грехи совершил, при любодействии. Взял чужую, не просто чужую, жену самого лучшего друга, самого верного воина. Он изнасиловал, мерзавец, заказал, убил его. Такого гада просто порвать в клочери, чтобы ему в христианстве места не было. А Бог говорит, сын мой по сердцу моему. Потому что Давид был смирен, сокрушен, он любил Бога. Без Христа мы все ничто. Нам нечем гордиться. Нечем гордиться. Он поставляет на свои высоты. И он сказал о Давиде. Не просто муж по сердцу моему. Давид исполнил все мои заповеди. Исполнил всю мою волю. Все мои уставы. Только Бог тебе судья. Не человек и даже не ты сам. Вся слава Ему. Только Он достоин всей славы и хвалы. И мы благодарим Бога за то, что Он нам подарок. Сегодняшний день замечательный. И этого благословенного, драгоценного своего мужа Божьего. Настоящего христианина, Сына Божьего. Архиепископ Православной Обдавленческой Церкви. Отец Сергий. Вам слово. И я хотел бы, чтобы принесли уже к причастию. Что приготовлено, пожалуйста. Для меня честь сегодня делиться словом. Молиться вместе с вами. Славить Бога. Петь. И также совершать причастие. Хлебопреломление. Евхаристию. Это очень и очень святое для меня. И для каждого верующего действие. Пожалуйста, присядьте пока, возлюбленные. Я скажу пару слов, обращаясь ко всем и присутствующим, и отсутствующим, кто онлайн подключился. Спасибо огромное пастор Иван. Спасибо всем братьям Юрию. Юрию. Спасибо всем всем братьям и сестрам. И я очень ценю, когда мы, живя во временном этом измерении, в этом временном мире, пересекаемся. Наши пути жизненные пересекаются. И прекрасно, когда наши пути пересекаются в прекрасном, в хорошем, в правильном. И здесь момент истинный, очень важный. Я очень люблю хлебопреломление. Причастие в православии называют Евхаристия. То есть, возблагодарение, восхваление. И знаете, действительно, восхваляю Господа сейчас. Хвалю Его, благодарю Его за все. Однажды дети были маленькие еще у нас. У нас было тогда еще только трое, я думаю, да, трое. Они были совсем маленькие, еще детки наши. Уже четвертый ребеночек родился только, да. И дети преподали мне один урок. Сами я этого не понимаю. Но дали очень хороший урок. Как раз влило преломление. Мы с женой были на кухне. И как раз купили, значит, хороших таких свежих пряников. Много. И молока купили много. Вот. И дети там, они в комнате играли. И они стали таскать с кухни. Прибегут там пряничков там. То молочка. Туда в комнату несут себе. Ну, я решил посмотреть, чем там занимаются дети-то. Вот. И вижу такую историю. Они рассадили медведей всех, кукол. Так вот. Играют в церковь. Играют. Только кукольная церковь такая. Все прихожане были такие. Куклы, медведи всякие. Вот. Ну, средний наш сын Серафим тоже был. Ну, он был маленький совсем еще. Тоже был прихожанином в этом кукольном доме. Да. Служение. А Настя старшая. Она, значит. Вот. Ей уже почти 30 лет сейчас. Ну, тогда была совсем еще маленькой девчонкой. Она изображала, ну, как, священника, может, там, ну, служителя. Организовывала все это, короче. Вот. А Коля старший. Он сейчас у нас фельдшер. На скорой помощи работает. Ну, тогда он без парков еще там футболки изображал, значит, это, проповедника какого-то. Взял там книгу, Библию, там, как-то, ну, что-то говорил там даже. Вот. Ну, это даже не важно было. Меня-то они увидели сразу. Папа, заходи тоже, присаживайся. Вот. Я первый раз был в кукольной церкви, честно говоря. На служение таком. Первый раз попал. Значит, сел среди кукол-медведей, значит, сижу. Интересно. Ну, думаю, хорошо дети играют в такие вещи. Хорошо. Но я серьезно не относился к этому, честно говоря. Вот. Ну, игра-игра. Ну, то, что для взрослого это просто, может быть, игра. Для Бога не игра. Знаете ли. И это была не игра. Для Бога. И, знаете, я это не сразу понял даже. Я вначале даже не понял, что произошло, что происходит. А это было служение, на самом деле служение. Пусть там прихожане были куклами и медведями, в основном. Но это было служение, на самом деле. И присутствие Бога было такое, что я там даже перед медведями было стыдно. Вот, как бы я стал плакать, закрываться, чтобы, значит... И, знаете, причастие в том... Они играли в причастие. У них было причастие, там просто были пряники и молоко. Вот. Ну, на мой взгляд, это как бы... Знаете ли, я мог бы в то время еще поспорить, там, какое вино. Но оно правильно, белое или красное, там. И, значит, именно, чтобы когор был, там, значит, и хлеб был. Чтобы просто вот такой был. Испеченный, специальный. Знаете, а там вообще-то ничего не было из того, что я представлял, вот, как бы, тогда ценил. Ценил причастие. Вот. А там были просто пряники и молоко. Вот. И они преломляли это и ели за купол, и сами ели. Причащались. Говорили о теле и крови Христа. И, знаете, я впервые в жизни причастился вот просто пряниками и молоком тогда. И, знаете, прошли годы, уже много лет прошло. Но я скажу, что сегодня меня ни один богослов не переубедит, что это было не причастие. Что-то было лишь понарошу. Это было по-правдочному. Это было по-настоящему. Это было, на самом деле, причастие. Знаете, я потом размышлял долго. Ну, не знаю, как-то время от времени об этом думал. Переживание. Очень необычное. Сильное переживание присутствия Бога. Нечасто такие были вот переживания в причастие. В служениях или воприловлении. Вот. Даже в больших собраниях, больших служениях. Соборов там. Не было такого. И, знаете, я понял такую вещь, что причастие, оно совершается не просто ртом нашим, желудком нашим. То, что входит в нас, оно не может нас освернить, а тем более осветить не может. Причастие совершается, оно вот здесь совершается и здесь. Оно совершается, в первую очередь, да, умом нашим и сердцем нашим. Оно совершается где-то глубоко внутри. Оно совершается постоянно, когда мы рассуждаем о теле и крови Христа. Когда я рассуждаю о теле и крови Христа. Иногда я говорю это просто бесконтактное причастие. Когда просто размышляю, просто ум. Говорю сам себе, сам собой рассуждаю, что Христос умер за меня. Что кровь Христа была пролита за мои грехи. Что я искуплен величайшей ценой кровью Христа, чистого и непорочного агнца. И иногда это совершается бесконтактно совершенно. Но это причастие. И в дороге часто просто бутылочка воды, немного хлебушка. И где-то в дороге, даже в поезде, допустим, где-то. И это причастие. Я рассуждаю о теле и крови Христа. Я могу в этом городе выпить все вино и весь хлеб съесть. Но так и не причаститься, даже рассуждая о теле и крови Христа. Потому что здесь даже не просто рассуждение о теле и крови Христа. Здесь сам Христос. Сам Христос, реальность Его в нас, в верующих. Я рассуждаю там о том, что... И вот сегодня с вами тоже, братья, сестры. Что это вот как погружаешься, ныряешь глубоко, да? А потом ты вдруг понимаешь какой-то момент, что тебя выталкивает уже наверх, да? Тебе нужно еще дальше нырнуть. Еще какое-то усилие приложить, чтобы еще поглубже. Потому что ты понимаешь, что тебя уже начинают выталкивать наверх. И вот, я так понимаю, время от времени в нашей духовной жизни что-то происходит, нас начинают выталкивать как-то наверх. На поверхность. Поэтому нужно еще какое-то усилие, рывок туда, вглубь. И это совершается по-разному. То бывает, какой-то фильм посмотришь, порассуждаешь. То встреча с интересным человеком, пообщаешься. Но часто это происходит у меня через участие. Иногда в какие-то моменты борения, у всякого бывают всякие времена. Бывает, что каждый день, даже и не раз в день бывает, погружаешься в это рассуждение. И это для меня вот как вот еще рывок туда, внутрь, в глубины. Как в той песне поется в одной... Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Это действительно наше погружение в Него, а Его погружение в нас. Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой принадлежит мне. Я в нем, Он во мне. Я и Отец одно. Однажды Иисус это выразил. Вот это Бого-человеческий процесс этот. Эту тайну выразил вот такими словами. У Иоанна записано 10-30. Я и Отец одно. Все. Я и Отец одно. И сегодня миллионы душ, миллионы людей на этой земле. Разных национальностей, разного цвета кожи, разных конфессий, динаминаций. Разных-разных. С разной теологией порой, с разным воспитанием. С разных языков, наречий. Но внутри этот вопль есть Я и Отец одно. Я и Отец одно. Я смотрел как раз вот пастора Ивана. Или последнее, или предпоследнее выступление. Здесь вот, в этом же зале, да, как раз. Видео смотрел. И там как раз пастор Иван вспоминал про этого. Одного иракца, по-моему, да. Которого игиловцы хотели одного верующего сжечь. Не могли сжечь никак. То вот не получалось всячески. Просто не сжигается все. Вот. И, знаете, всякие вещи происходят в жизни верующего. Вот. Всякое бывает. Но, знаете, когда мы погружаемся в глубины Бога, это в чудесах, знамениях проявляется. Аминь. То, что на этой земле кажется нам сверхъестественным. Неестественным и сверхъестественным. В Божьем мире это естественно. Это естественно. И, наоборот, то, что на земле часто кажется нам естественно, в Божьем мире противоестественно, неестественно. И где-то глубоко внутри каждый человек верующий это понимает. Это осознает где-то глубоко внутри. Сегодня, принимая причастие, рассуждая о теле крови Христа. И рассуждаем не полуправдами, не частично, а всей правдой этой Божьей. Что кровью Христа, агнца Божьего, я спасен. Не даже 99,9%, а 100% я спасен. Аминь. Я исцелен. 100%. Как? Как? Знаете ли, если с первым утверждением можно как-то еще умом согласиться, хотя тоже. Как? Если совесть осуждает, если люди осуждают, если прошлое твое осуждает тебя. Как? Вдруг ты принимаешь причастие, ты рассуждаешь так, что Бог на 100% меня принял, простил. Нам, людям, живущим во временном измерении, чудно все, конечно, и странно. У нас есть сегодня, вот, вчерашнее, настоящее, будущее, допустим, да? Прошлое, настоящее, будущее. Но, агнец, от века заклон, в вечности, что-то совершилось. То, что два тысячелетия назад проявилось у нас на земле, на Голгофе. В осмеянном, оплеванном, убитом, униженном, оскорбленном, распятом Спасителе. Его кровь святая, даже спустя два тысячелетия, казалось бы, но она по-прежнему актуальна. Почему мы говорим? Потому что агнец от века заклон. Потому что вечности совершилось. Потому что Иисус сказал, совершилось. Завеса в храме разорвалась. Как в том мюзикле поется, мне так нравятся слова вот эти вот. Сын мой, да? Я долго так ждал. Да, это мюзикл «Разорванная завеса». Посмотрите, старый мюзикл, но мне так очень нравится. И там есть слова. Я не хочу жить за завесой, Я не хочу жить за стеною глухой. Мое сердце с тобой, Мой сын дорогой. Я для тебя не чужой и не отчим. Я добрый отец. Я, Ава, отче родной. Мое сердце с тобой, Мой сын дорогой. И вот это Ава, отче. Отче то понятно. Авину. Авину по-русски отец. Авину. И многие молитвы и до Христа они так и звучали. Авину Малкейнум Шеба Шамаем. Или просто Авину Шеба Шамаем. То есть отец наш, царь наш. Отец наш, который на небесах. Но Ава, до наступления эпохи благодати, до Христа, не было такого, чтобы верующий к Богу так вот взывал. Аба, Аба, это насчет папочка, папуленька, папенька. Здесь отцом назвать Бога, и то это порой для верующего это такое очень тяжелое даже решение, трудное решение. Ну выросших в христианской культуре еще это проще как-то это может быть даже понять это. А допустим выросших в исламской культуре, в мусульманской культуре. Мне очень трудно порой даже это вам даже донести, как трудно людям назвать Бога, Творца своим отцом. Очень трудно порой. А здесь нам много больше. Здесь когда Дух Святой поселяется внутри человека, Он взывает к небесам. Аба, Авилу, папочка, папа, бабуленька, отец. Это Бога человечество и человека Божия. Это таинство, господа, братья, сестры. Спасибо за тайну эту. Великую тайну. Великую тайну любви. Спасибо. Ни одна теология на земле не сможет объяснить эту тайну. Это все равно, что с помощью, вот говорю, химии, физики, биологии, пытаться объяснять, что такое любовь. Можно объяснять, можно многое сказать об этом. Но когда этот химик, физик, биолог, он сам влюбится, переживет он эту любовь, он уже совсем по-другому оценит и скажет о любви. И здесь то же самое. И теологии православные, протестантские, католические, хорошие теологии. Много томов написано о том, какой есть Бог, что есть человек, как спастись. Но все это настолько пошло. Потому что Бог есть любовь и никакая теология на самом деле не объяснит. Его можно лишь полюбить. И так далее, что только поймешь его. Можно только полюбить, ответить своей любовью на его безусловную любовь, и тогда только лишь поймешь. Иначе никак. Кто не любит Господа Иисуса Христа, написано Анафемом, Аранафа. То есть проклятие. Человек находится еще по проклятиям, если он не ответил своей любовью на его безусловную любовь. Хочешь, не хочешь, можно еще по проклятиям. И даже если он теологически прекрасно все знает, умом соглашается, даже с библейским путем спасения соглашается. И себя именуют христианином, и все, и выходил на покаяние там, и все совершает. У Шевченко Саши, там в Сакраменто проповедовал я. Как раз на Троицу. Как раз на Пятидесятницу. Несколько лет назад. И после собрания подошел один человек ко мне. Из семи потомственных верующих. Его вывезли в Штаты, еще он был совсем дитем. Дитем маленьким. И уже лет 30 они живут там, в Штатах. Его деды и прадеды были верующими. Даже служителями там. В аптизме, потом в Пятисятнической церкви. Его родители были служителями в Пятисятнической церкви. Там Диаконисы, там Египет Питер. Вот еще там несли служение. То есть серьезная семья такая верующая. Вот. И он считал себя тоже конечно же верующим. С молоком матери. С малых ногтей там. И вырос на заком на скамье, как говорят. Вот. И он был там и принял крещение. Все, значит там и все проходил степени. И стал помощником потом пресвитера. Значит. И мы уже пророчили уже служение пресвитерское в одной из этих церквей славянских. И представляете, он попал на одно собрание молитвенное. И вдруг он кое-что пережил. Любовь. Просто Бог сказал, что он его любит. И он понял такую вещь, что он еще даже и... Вообще не знает. Вообще. Еще даже и не рожден свыше. Я это понял четко. На том собрании. Что я даже еще не рожден свыше. Хотя и молился на языках. И пробовал там пророчества. Там. Сколько вот языки там. Много чего пробовал. Нес служение там. Помощник пресвитера уже там. Уже участвовал там. В служении во всех. И вдруг его пронизывала мысль эта. Что я еще не рожден свыше. Я еще не знаю Бога вообще. И слава Богу, что эта мысль предпоситила его. И когда мы с ним помолились там. После собрания того. Знаете. Шевченко тоже подошел туда. Весь заплаканный. Он сказал такую вещь, что мы под ним общались. Сидели долго. Общались. Он сказал, что вот такие чудеса у нас происходят. Люди порой несли дьяконское пресвитерское служение в церкви. И много лет верующие уже. Ну 20-30 и больше лет верующие. И вдруг они приходят к такому пониманию. Почему? Потому что одно дело умственное соглашение с доктринами. И с путем спасения. А другое дело сам путь спасения. Одно дело знание о Боге. Познание многие. А другое дело личное знание Бога. Это совершенно разные вещи. И друзья. То, что Господь совершает в нашей жизни. За все слава. Но самое большое чудо. Это спасение. Самое большое чудо. Когда Он приходит в нашу судьбу. В нашу жизнь. Это мы любим Его. А Он любит нас. Спасибо Господь за все. Спасибо за это чудо. Ты действительно спаситель. Ты действительно искупитель. И пусть сегодня в этом даже причастие. Не будет просто такого устинного соглашения. С этим спасением. Нет. Пусть это будет нашим глубинным ответом. С сердечным ответом. На Твою безусловную любовь. Пусть сегодня наши сердца. Твоего Духа Святого. Боже. Храмом. Привудут. И пусть Твой Дух Святой взывает к небесам сегодня. Изнутри нашего. Сердца. Из глубин наших. Ава. Отче. Папочка. Папа. Папа. Благодарю Тебя за то, что Ты великий Творец. Бог Богов. Но наипаче. Благодарю за то, что Ты мой Отец. Это самое дорогое. Самое ценное. Спасибо. 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 Благодарю Тебя за милость. Твое исцеление. Твое благословение. Через кровь Иисуса Христа Адамса Божьего. Это реальность нашей судьбы в Тебе. Спасибо. Спасибо. Аминь. И возьмите себе тоже эту чашечку. И здесь на ногам отцы, девушек, обрез таковы. И рассуждайте о теле крови Христа. Пойте вместе с певчими сейчас о воскреплении, спасении, исцелении через кровь Христа. С Parceцом. И Тебя, not with me. То есть нет будет спит. И убей меня, искупи меня, искупи меня Иисус. Благодаря, и lynопcr 103 конце концов. Искупил меня Иисус, всемогущий, Бог великий, Господь славы, искупил меня. Всемогущий, Бог великий, Господь славы, искупил меня. Всемогущий, Господь славы, искупил ты, Господь, Господь славы, искупил меня, Господь славы, искупил меня. Божий Сын Иисус достоин, достоин, достоин. Принят славу и честь святой, 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 святой. Божий Сын Иисус, всемогущий, Бог великий, Господь славы, искупил меня. Всемогущий, Бог великий, Господь славы, искупил меня, искупил меня. Благодарю Тебя, Господь, за тело Твое и кровь Твою, за жертву святую. Спасибо, что Ты отдал свою душу за меня, кровь Твою пролил. Спасибо, я имею жизнь вечную в Тебе, через великую жертву Твою. Спасибо за исцеление, за освобождение, благословение небес через кровь святую Агнца Божьего. Спасибо за все. Благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Господь, Спаситель мой. Благодарю Тебя, что никакими богатствами этого мира невозможно было бы искупление. Но драгоценной кровью Твою, Христа, чистого и непорочного Агнца, искуплен от суетной жизни, преданной нам от отцов, слава Тебе, Господь. Благословен Ты, Бог наш, благословен Царь наш, отныне и вовек. Аминь. 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 Принимайте причастие, братья и сестры, рассуждайте о теле крови Христа, тело Христа. Аминь. Кровь Христа. Аминь. Потрогай себя и скажи, тело Христа. Кровь Христа. Это так. Я с Тобой одну кровь. Ты меня. Мы с Тобой одно делаем. Аминь. 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 Слава Иисусу Христа. Пожалуйста, представьтесь, возлюбленные братья и сестры. Поздравляю всех. Братья и сестры. Братья и сестры. С этой великой тайной. С вашей днем. Спасибо Господу за все. Спасибо Игорь за все. Да, и буду рад ответить на ваши вопросы тоже. Но, знаете, вот в присутствии Бога для меня все ответы. Очень часто бывает так, что один вопрос, другой. Но когда погружаешься в присутствие Бога, находишь для себя ответы порой на такие вопросы, на которые даже не знаешь, где ответы получить. Поэтому мой совет. Я скажу, допустим, какое-то, может быть, свое мнение, допустим, о том, о сём. Мнение Библии, моего понимания Библии, православного понимания Библии, общихристианского понимания, допустим. Но все ответы у Господа. И он намного больше того, о чем мы можем помышлять. Намного больше. Это просто океан, действительно, океан Божьей любви. Спасибо. Я очень благословлен сегодняшним днём с вами. Это действительно такое место собрания присутствия Бога, присутствия Господа. Прекрасно, когда Он в нас и Он среди нас проявляет себя. Может, из того, что я свидетельствовал, у вас какие-то вопросы есть. Вот сестра, допустим, вопрос задала по поводу моего православного служения, сегодняшнего, допустим, такого непонятного для многих традиционных православных священнослужителей. Для меня самого, честно говоря, до сих пор больше вопросов, нежели ответов в моём служении. Даже порой, женой говорим об этом, она мне говорит, может быть, пришло время уже снять рясу тебе, вольёмся в какой-то коллектив, дружный или не очень, ну, такой баптистский, писяднический, какой-то харизматический церкви, какой-то адвентистский, ну, какой-то уже существующий протестантский церкви. Как значит, и так спокойнее, как-то всегда так. Знаете ли, между руками спинами, братьев. Вот, но знаете, я верю, что Бог идёт вот таким удивительным образом. Да, до 96-го года я был священнослужителем традиционной русской православной церкви Московского Талиархата. Мой трудовой старт начался в конце 87-го, начало 88-го годов. Вот, тогда я поделал хором, значит, в одном из, ну, сельских храмов Орловско-Брянской тогдашней епархии. Вот, и служил как чтец и подиакон потом, значит, там, в Орловско-Брянской епархии тогдашней, и частично в Московской, вот, немного поминул сегодня, даже в Солоншогорске, да. Вот, значит, а уже как священник в 91-м году начал свое служение, в 91-м году как священник в Рязани, архиепископ Рязанский и Косиловский тогдашний, Симон, руководил меня в священнике, и там начиналось мое служение священника православного. Православного служил в Собой Рязани, потом в Рязанской области, на приходах. Вот, до сих пор многие вещи вспоминают с любовью, с благодарностью к Богу, вот, начало тогда пути моего священства. Вот, так было до 96-го года. Вот, в 96-м году я по идейным соображениям я вышел из РПЦ и ПЭ, и с того времени я самостоятельный священнослужитель, самостоятельный реформатор, обновленец, вот, слава Богу. И на сегодняшний день являюсь архиепископом, то есть старшим пастором, получается, старшим епископом. Значит, в нашем братстве, православном таком, обновленческом, реформаторском братстве, неформальном, но уже и с 2008-го года уже и формально, в нашем братстве. Значит, церкви, епархия моя маленькая, скромная, даже более чем 11 церквей всего в нашей епархии, но география большая, это весь бывший Советский Союз. И даже чуть дальше, в Румынии, у нас в Бухаристе тоже церковь, тоже, но там выходцы с традиционной румынской церкви, они присоединились к нам самостоятельно, шли своим путем, вот, и потом выяснилось, что у нас много общего, вот, и присоединились к братству. На Кавказе, вот, в Грузии бываю, в Армении только один раз был, но в Армении у нас нет церкви пока, а вот в Грузии есть церковь, в Руставе, и братья с Руставе начали служение в Цараване и в Тбилиссе, вот, и в этот раз намереваюсь тоже с братьями, как раз с Руставскими и в Армению снова съездить, там рядом уже, в Грузии. Вот, очень люблю Грузию, я, не знаю, для меня это такая родная очень земля, страна лозы, вот, и когда проповедовал там несколько лет назад, я на большом собрании был, и там было много таких традиционных, православных грузин, и я им сказал, знаете, что говорю, братья, святой Георгий не покровитель Грузии, они так напряглись, так немного, и даже больше скажу, святая Нино тоже не покровительница Грузии, они так уже, ну там сваны были, они очень такие суровые, братья, вот, но потом сказал так, но, говорю, сам Господь Бог покровитель Грузии, они, ааа, слава Богу, спасибо, батюшка, должен напряглись, так братья немного, да, вовремя, да, потому что, знаете, вот, до 96-го года, я это и Грузии рассказываю каждый раз, кстати, в Грузии старейший епископ грузинской церкви православной поддержал меня и наших братьев там Руставских, это митрополит Христофор Целомоидзе, это старый уже священнослужитель, ему почти 100 лет, как говорится, в обед 100 лет, но такой брат крепкий, так руку мне пожал, что аж потом так болело, и поднимается, вообще ходят, молодые за ним не угонятся, представляете, вот это, да, думаю, да, такой дедушка крепкий, и вот, но самое удивительное, даже не физическая просто крепость, а умственная его крепость, я был удивлен, почти 100 лет, но настолько молодо мыслит, ой-ой-ой, многих молодых за бой заткнет, вот это да, такие вопросы ставит, что, ну, это как в еврейской традиции называется Талмидин Хахаим, то есть ученик, задающий много хороших вопросов, это очень хороший ученик, хотя в христианской традиции обычно это, как бы не принято задавать много вопросов, в христианской традиции обычно укоренилась такая система, я начальник-то дурак, к сожалению, ну, как бы так вот принято уже, да, но, в общем-то, я думаю, что пора вернуться к такой старой доброй еврейской традиции, задавать много вопросов, это помогает и самому ученику развиваться, и учителю не застаиваться, а учиться дальше, так что, вот, да, с 96-го года я реформатор, а почему вышел, вот, ну, как говорится, я на духу, вот, вам расскажу, я отказался от многобожия, в 96-м году отказался в личной молитве от, будем так говорить, молитв, кому бы то ни было, помимо Господа, то есть я перешел снова на молитву только лишь Богу, все, написано, един Бог, един посредник между Богом и человеком и человеком Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, это 1 Тимофея 2, 5 и 6. Потом слова самого Христа, я есть путь истинный и жизнь, и что никто не приходит к Отцу, как только лишь через Него, через Христа, я это воспринял буквально, вот, и поныне так воспринимаю, вот, что Он не имел в виду только лишь протестантов там или кого-то еще, нет, Он имел в виду вообще всех ведущих, что Он есть этот путь истинной жизни, и что Он есть ходатай Нового Завета, я верю, что Павел написал это не просто для протестантов, а вообще для всех верующих, поэтому Он есть первосвященник, вошедший со своей кровью во святое святых на небесах, я в это буквально верю также, вот, и все, и как шелуха, вот эта система многобожия, она отшелушилась просто-напросто, тогда даже через несколько месяцев буквально, вот, в том же самом девяносто шестом году, я очень Богу благодарен за Эрла Штегина, за брата Эрла, или дядю Эрла, как его называют, чьи проповеди мне очень сильно помогли в тот день, в те дни разобраться с этим вопросом, очень сильно помогли, они мне помогли вернуться назад в будущее, как говорится, назад в Библию, назад к Богу и назад к основанию, которой есть Иисус Христос, никто не может положить написано другого основания, 1 Коринфянам 3.11, что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которой есть Иисус Христос, я это тоже воспринял буквально и по сей день воспринимаю это буквально, он мое основание, он мой фундамент, камень, которые, да, отвергли строители, но который стал главой угла, это от Господа, это дивно в очах наших. Потом, будучи тогда настоятелем храма традиционного православного, я, конечно же, обязан был как священник традиционный молиться к Богородице, к святым другим умершим, то есть к матери Иисуса Христа, Марии, молиться к другим умершим святым, к ангелам, но в личной молитве я уже от этого отказался, и это было уже не по вере, потому что, ну а не по вере уже грех уже, знаете, я уже, ну, я понимал, что я грешу просто, это не мое, это совершенно не мое. Поэтому я объявил начальству своему тогдашнему руководству и благочинному, и епископу, архиепископу Брянскому и Севскому Мерфисодеку, да и в Москве тоже бывал здесь я в те дни, в том же самом 96-м, бывал здесь у архиепископа Сергия, тогдашнего управляющего делами Московского Патриархата, вот, и я даже хотел даже до Патриархата, дайте тогда, до Алексея Второго, рассказать ему, вот, что-то почем, почему я вот дошел до жизни такой, но до него не дошел, но вот до его замов дошел, по крайней мере, с этими рассказами, вот, и, кстати, Сергий, архиепископ Сергий, московский здесь, вот, значит, Солнышногорский, кстати, он был, Солнышногорский, управляющий делами Московского Патриархата, после всех этих бесед с ним, ну, с ним где-то раз в 10 не меньше мы общались, вот, при том, такие были общения, порой многочасовые даже общения, то есть в его графике много часов выделить на беседу, это было тоже, как бы, непростым делом, и я увидел в нем тоже интерес к тому, что я рассказывал, вот, интересно очень даже, вот, и я поделился тем, что я отказался от молитв кому бы то ни было помимо Господа, я нахожу их абсурдными, совершенно антихристианскими и ненужными совершенно для христианства, будь то православного или какого-то другого христианства, вот, и также я объяснял тоже здесь же, в Москве тогда, в резиденции Патриарха, беседуя с этим архиепископом, я объяснял ему тогда, простой сельский священник приехал сюда, в Москву, правду искать, я ему объяснял, почему я отказался так же от почитаний икон, крестов, мощей, почему я не могу это делать уже, хотя я приезжал перед тем на беседу здесь, в Москве же, вот, в храме Косьмы Демиана, в столешниках переулки, напротив Моссовета, вот, где Юрий Долгорукий, памятник, да, он лицом смотрит на Моссовет, значит, а тылом три четверти вот на этот храм как раз, получается, и вот в этом храме отец Александр Борисов, да, значит, очень, я уважаю его, конечно, священника, но не понимаю до конца, честно говоря, вот, я пошел другим путем, вот, я отказался верить в его идею эволюционной реформации, он говаривал мне так, что, ну вот, лет так через пятьсот примерно православных церков, она в целом эволюционирует в такое евангельское русло, и уже православные будут такие, такие же, мне он напомнил тогда Манилова из мертвых душ, вот, хорошо, хорошо говорит, хорошо мечтает, ну, а что мне с того, что через пятьсот лет все так эволюционирует, а мне что с того, а видеть сегодня, каково мне видеть сегодня, когда миллионы душ идут в ад, погибают, и сидеть и мечтать мне вот, что когда-то все само собой как-то так вот эволюционирует, не, не, это не для меня, нет, я ему только сказал, что я говорю, пойду другим путем, я, конечно, не против эволюционной реформации, но я понимаю, что порой нужна революционная реформация, есть вещи, которые можно, вот, не как тот англичанин, который собачку свою любил так, что не сразу купировали, как там, отрезал хвостик, а так по сантиметру в день резал ей, вот, есть вещи, но нужно сразу отрезать, есть вещи, а есть вещи, конечно, постепенные, я не против микроэволюции, вот, но, в целом, я сторонник Креции, и вот, и, знаете, друзья, также отказался от молитв за упокой, тоже, кстати, но Сергия, архипескоп Сергия, конечно, в шок привел этим самым, я объяснял ему на пальцах, буквально объясню, что вся эта магия, все эти наши мистические, все эти наши представления о вымаливании умерших из ада, ну, они, на самом деле, ну, яйца выгиного не стоят, абсолютно, что это все плагиат с языческих, оккультных религий, ничего общего не имеющего с христианством, в принципе, это прописано истинно, это, как бы, ему, как грамотному человеку, все это было давно известно, и больше моего было известно, поэтому он только учил, он прекрасно понимал, что все это, конечно же, не христианство, но это, знаете ли, как вот один из священников говорил, а что поделать, не мы это придумали, не нам отменять, а другой священник сказал по этому поводу, тоже Московский, естественно, ВДНХ, общались тоже, как-то сидели, вот, неподалеку здесь, кстати, вот, еще общались на квартире тоже, и один из священников местных, московских, там, сказал, слушают, ну, отменишь это, значит, так, завтра надо будет и следующее менять, и пятое, уж лучше, как оно, вы знаете, присохло, принюхались, нет, не его вонять не будет, вот, все, уже, как бы, вот, не трогай все это, зачем это все, зачем это все, уже приросло, прикипело все, значит, значит, я понимаю, что есть вещи, которые очень болезненные, для тела Христа болезненные, есть вопросы очень болезненные, это как, я сравниваю, знаете, как вот, вот, к примеру, ну, на полигоне, вот, еще вами помню, там, раз забинтовали, значит, оно присохло все, и даже любая попытка этот бинт снять, боль страшная, вот, это уже, это не тело твое, это лишь бинты, да, но они так прикипели, приросли уже, что это, всякая попытка снять этот бинт воспринимается телом, как угроза всему телу уже, болезнь всему телу, то же самое, это не тело Христа, многие учения не тело Христа, но они так прикипели этими ранениями, кровью, да, запеклись так, засохли, что любая попытка вот эти учения, даже, как-то снять с тела Христа, болезненно, в общем, воспринимается, все, ну, там кипят все, многие учителя, христианские служители, пастыри, не трогай этого, не надо, не надо, больно, 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 зачем? А другой священник не сказал, не московский уже, правда, не московский, в другом, не помню, ну, в другом регионе вообще не было, он сказал, а как мы жить будем с этого вообще? Ибо от этого, ну, благосостояние наше... Ну, да, да, в принципе, да, шариков, ну, да, харчеваться, да. Вы знаете, как вот, когда-то в Израиле была такая же проблема, такая же, ну, да, абсолютно была. Это книга пророка Ости, помните, когда Бог говорит через этого пророка, то к народу говорит, то к священникам отпадшим, и говорит так, что грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию простирается рука их, он говорит. То есть это буквально, вот, как раз, обличение было священников, отступнических еврейских священников, которым было выгодно отступление еврейского народа от истины, выгодно было материально, они были заинтересованы в том, чтобы эта ересь, там, Валом, Астартом продолжалась вообще в Израиле. Им было выгодно уже это все. Но, кстати, тому священнику, он, кстати, со мной согласился, я ему рассказал просто историю немного своей реформации, что с людьми, наверное, по-людски, и люди тогда по-людски будут общаться с вами. Вот, значит, я рассказал ему, как вот у себя на приходе, еще будучи традиционным священником, но я отменил все вот эти вот позорные, все эти вот тарифы. Моя реформация началась личная, церковная, с того, что я задел святое святых, религиозно-мафиозно-коррумпированной структурой, финансы задел. Вот, я отменил в своем храме все цены. И даже в газете написал областной, значит, там, значит, объявление дал, значит, и районный, и, значит, и в нашем храме объявление писало и на входе, и на выходе, что в нашем храме все богослужения требуют, и там скобочки, там, крестины, венчания, опевания, все-все-все-все-все-все, совершаются, и дальше написано большое буквы, бесплатно. Ну, дальше шло мелким почерком, что ваше добровольное пожертвование вы можете внести там, значит, в ящики, в белый ящик для пожертвований. Моя старостыка с ночей говорили мне, батюшка, вы же сами первым пожалеете, Но я даже пожалеть не успел. Буквально через месяц-два начался, как харизмат и финансовый прорыв. Потому что когда открывали ящик, подсчитывали, то никакая Пасха, никакое Рождество, никакие другие праздники не перекрывали никогда такого дохода. То есть не приносили такого дохода. И старосты, и красночей, и ревизионной комиссии. Для них, всех этих женщин, это было просто чудо. Они реально пересчитывали чудо. Они понимали, что это чудо от Бога. Я говорю, ну смотрите, кто теперь прав. И я рассказывал священню этому, и он понял, что на самом-то деле надо перестраиваться. Перестраиваться. Но, конечно, дело не только в этом. Много другого. В 96-м, почему я вышел, многие вещи, просто я переосмыслил. Отказался от педобаптизма. От того же самого педобаптизма. Это крещение либо малолетних, несовершеннолетних, либо даже взрослых, но без то, что называется просвещения. Без обращения. То есть без научения. Просто крещение, как обряд. Называется педобаптизм. И я принял решение отныне вести такое баптистское служение. То есть крестить взрослых. Кстати, белорусские баптисты мне помогли в этом переосмыслении. Однажды мне попали трактаты в руки протестантские. Эти баптисты как раз раздавали. А мне приносили бабушки. А, да, вот я вспомнил. Приходили бабушки и говорили, батюшка, у нас там верующие ходят с какой-то секцией. Секцией. Да, баптисты. Понятно, сегтанты. И они раздают свою литературу. Ну, говорю, давайте все, мне приносите. Ну, печь разжигать там в конце концов. Ну, короче, будем полить все это. Аутодав. Вот. И, ну, я кое-что пролистывал перед тем, конечно, перед тем, как в печку бросить. Вот. И один трактат был самый для меня запоминаемый. Самое интересное, в нем почти ничего не было. Вот, значит, название такое было трактата. Что Библия говорит о крещении младенцев. Я думаю, о. И там написано было, евангельских христиан-баптистов издание. Думаю, ну, слава Богу, думаю, баптисты, наконец-то, за ум взялись. Наверное, как бы, о крещении младенцев задумались. Открываю трактат. Чистый лист. Думаю, ну, мало ли, может, отпечатки. Я еще до конца не понял даже, не въехал. Закрываю. Написано. Да, Библия ничего не говорит о крещении младенцев, а говорит о крещении верующих во имя Христа, людей. Короче, я кипел мой разум возмущенный. Самое интересное, вот такой трактат, чистый лист, но громче многих проповедей говорил для меня. Вот потом я все больше размышлял, конечно, но дело было не только в Библии, конечно. Вообще, даже в здравом смысле. И я отказался от педобаптизма. Так, молитва за упокой. Ну, вроде я его назвал уже. А, кстати, по поводу молитвы за упокой, я тогда заявил тоже и в церкви тоже, что за умерших лишь есть только один пример, образец, как бы, в Библии молитвы. Это за воскрешение недавно умершего человека. Да, значит, но не больше. То есть, получается, если кого-то не станет, к примеру, сегодня, завтра, да, у нас лишь последнее остается право, да, молиться за умершего. Какое? Молиться за его возвращение. Если в этом есть смысл или нужда, там, я не знаю, но... То 2003 года я не практиковал такую молитву. То есть, ну, не было повода как-то. Да я не думал, честно говоря, что буду молиться.